Сегодня мы хотим познакомить вас с народными росписями, сформировавшимися на берегах Северной Двины. Ими украшали предметы крестьянского быта. Каждый предмет изготавливался вручную и был единственным в своем роде, что придавало ему особую ценность. Люди верили, что предметы быта, украшенные символическими узорами, оберегают жилища человека от злых духов и болезней. Северные росписи – это яркое и самобытное народное искусство. Мастера вкладывали в свои изделия столько умений и вкуса, что до сих пор за расписными предметами гоняются коллекционеры и работники музеев. Стоит отметить, что уже в XIX веке музеи Москвы и Петербурга имели коллекции бытовых предметов, украшенных северной росписью. Долгое время втайне хранились даже названия деревень, где жили мастера. В этом видео мы расскажем о пермогорской, борецкой и ракульской росписях. Пермогорская роспись зародилась в Красноборском районе Архангельской области, недалеко от пристани Пермогорье на Северной Двине. Деревни, где активно развивалась эта роспись, имели единое название – Мокрая Едома. Основу пермогорской росписи составляют композиции на народные темы, окруженные мелким растительным орнаментом на белом фоне. Сюжеты показывают нам жизнь и быт крестьян русской деревни XIX века. Мастера изображали на предметах быта события из жизни крестьян. Семейные и свадебные застолья, посиделки, сцены охоты и сбора лесных даров, пахоту и жатву, сенокосы, посевные работы. Дополнительным украшением служили ленточки-бордюры, округлые листья и ягоды, тюльпановидные цветы, разноцветные петушки и сирены. Основной цвет узора в пермогорской росписи – красный. Желтый и зеленый служат дополнительными цветами. Большое значение имеет тонкий черный контур, наносимый гусиным пером. Искусственными мастерами народного творчества второй половины XIX века считают Якова Андреевича Ерыгина и его брата Максима Ивановича и Андрея Игнатьевича Хрипунова. Известны фамилии мастеров последнего поколения – Бастовы, Ерыгины, Мишарины и Хрипуновы. В 30-е годы XX века искусство росписи в Пермогории окончательно утратилось. Мастеров не осталось. Мастера украшали пермогорской росписью широкий круг предметов, используемых в крестьянском быту. Различные виды посуды, свитцы и подсвечники, рукомойники и вальки, короба и колыбели, санки и телеги. Роспись украшала предметы и превращала их в произведения искусства. Обратимся к фотографиям, чтобы представить себе, как выглядели эти предметы быта. Перед вами два старинных сосуда. Первый в виде утицы, называется скопкарь. Второй – яндова. В подобных сосудах подавали к столу напитки на праздник. Чаще всего хмельные – квас, пиво, брагу и другие. Мы видим, что скопкарь украшен мелким растительным орнаментом в цветах росписи. На груди утицы находится круглая розетка. Обрамлением скопкаря служит треугольный разноцветный орнамент. Яндова также содержит растительный орнамент, в частности красные трелистники и ягоды. Украшением сосуда служит разноцветная птица с пышным хвостом. Обратите внимание на рукомойник. У него два слива в виде птичьих голов. Подобная форма рукомойников была очень популярна в русском народном искусстве. В нижней части рукомойника располагается надпись «Люби мыться белей, воды не жалей, будешь бел, как снег». Рукомойник расписан скромно. Присутствуют лишь небольшие растительные элементы. Однако его форма и витые петли придают предмету роскошный вид. На фото посередине представлен жбан. В таком сосуде изготавливали и хранили напитки, в частности пиво. Обратим внимание на традиционные узоры пермакорской росписи, использованные на этом сосуде. Трехлопастные цветы, листья, ягоды и разноцветные петушки. Предмет на следующей картинке называется «светец». Он служил подставкой под лучину. Такое приспособление освещало жилые помещения, позволяло людям темными зимними вечерами заниматься ремеслом, прясть, вышивать, плести из бересты. В крестьянских семьях «светец» использовался вплоть до 1917 года. На подставке изделия мы видим характерный для пермагорской росписи растительный орнамент. Цветовая гамма всей работы выдержана очень точно – желтый, зеленый, красный и черный цвета. Перед вами подсвечник в красно-желто-зеленых тонах. Внутри круга, по центру, находится один из символов пермагорской росписи – птица-сирен. Это мифическое существо с головой женщины и телом птицы. Считалось, что это божество может прогнать злых духов и принести в дом благополучие. Треугольный геометрический орнамент, окружающий птицу – также характерный элемент пермагорской росписи. Еще на экране представлены расписные масленичные санки, сундук для хранения вещей и валек для стирки белья. Характерный для севера сундук – с выгнутой крышкой. Сундук окован железом. Железо отделяет различные фрагменты росписи друг от друга. По цветовому решению, этот сундук является скорее исключением, чем правило. В нем присутствуют элементы голубого цвета. Валек, помимо растительного орнамента и петушков, украшает элемент в виде конской головы. Перед нами наберуха для ягод в пермагорском стиле. Мы видим характерные для росписи растительные и геометрические элементы, а также коня и разноцветную птицу. Приспособление на следующей картинке называется набилки. Это элемент ткацкого станка, который служит для создания крепкого полотна. Нас, конечно же, здесь привлекает роспись. Мы видим двух женщин за ткачеством, а вокруг них растительный орнамент. Интересная форма выступов, за которой обычно держится скачиха. Они сделаны в виде лошадиных голов. Конь считался женским оберегом, поэтому его часто изображали на женских подвесках, деталях женского костюма и орудиях женского труда. Самое главное место среди предметов с пермагорской росписью, дошедших до наших дней, занимают прялки. Ведь прялка – очень важный предмет для каждой крестьянки, не только с точки зрения быта. С прялками связывали лучшие воспоминания о молодости и свадебные обряды, поэтому прялки украшались с особым усердием. Существовало два основных варианта украшения прялок. В первом варианте центр композиции занимала птица сирен, вокруг которой располагались традиционные растительные орнаменты. В нижней части лопасти изображалась сцена катания на лошадях. Второй вариант росписи прялки – изображение свадебных композиций, где центральное место занимает сцена посиделок, или, как говорили на севере, супрядок. На супрядки молодые девушки собирались во время святок. Происходило это обычно ближе к вечеру. Юные крестьянки туго заплетали косы, надевали лучшие сарафаны, брали с собой прялки, веретена и спешили на посиделки к одной из подружек. Девушки пряли, делились новостями, беседовали, весело проводили время до глубокой ночи. На такие посиделки заглядывали и парни, играли на кормошках, в шутку прятали девичьи прялки и устраивали танцы. В нижней части такой прялки изображалась сцена свадебного поезда. Молодые едут в кибитке, запряженной лошадьми. Земля под ногами молодых усыпана сказочными листьями и завитками. На оборотной стороне такой прялки находилась сцена народного застолья. Завершает цикл свадебных обрядов того времени, конца XVIII – начала XIX веков. Такая прялка шла в качестве приданного от родителей невесты или как свадебный подарок жениха. Обратите внимание на прялку в правой части экрана. На ней изображено дерево с птицами. Северные крестьяне считали его деревом жизни. Птицы символизировали души умерших родственников и отгоняли от владелицы прялки все плохое. Защищали ее. Если есть прялка, то должно быть и веретено. Веретено – это приспособление, на которое девушка наматывала скрученные волокна и получалась ниточка. Что ж, еще раз посмотрите на яркую праздничную пермогорскую роспись, на ее извилистые орнаменты и прекрасных птиц и будем знакомиться со следующей. Следующая роспись, о которой мы вам расскажем, называется Борицкая. Она берет начало в деревнях Виноградовского района, пристань Барок. Широко известны работы Пелагеи Михайловны Амосовой, которая занималась росписью прялок. Ее братья также были художниками, но их работы уже не имели такого своеобразия и не получили большой известности. Борицкие прялки имели широкую лопасть, ряд крупных городков, две серьги и фигурную ножку. Так же, как и в пермогорской росписи, фон сиял белизной, а на нем располагался ярко-красный растительный орнамент. Для большей праздничности узоры украшали сусальным золотом. Композиционно лопасть делилась на три части. В верхней трети изображались золотые окна с цветами, по центру сказочные кусты с птицами, а в нижней части – сцена катания. Большое влияние на борицкую роспись оказала и иконопись того времени. Некоторые прялки внешне напоминают иконостас. В верхней части находятся прямоугольные деления. Центральное место занимает парадная с дверью. Отделка парадной напоминает царские врата иконостаса. Ниже изображено парадное крыльцо на высоком столбе. Особенность деревянной архитектуры севера. Мы видим, как по лестнице поднимается старец. А юный всадник остановился у входа и снял шапку. Это сват и жених приехали за невестой. На оборотной стороне прялки изображалась сцена парадного выезда жениха и невесты. Получается, что главным сюжетом в борицкой росписи прялок была именно свадьба. Иногда свадебный сюжет изображался более подробно. На прялке появлялись родственники невесты, разглядывающие жениха и свата, а также хозяин дома, отец невесты, жестом приглашающий войти в терем. Привлекает внимание и растительный узор на оборотной стороне прялки. Узоры крупные, динамичные, имеют яркую насыщенную окраску. Основой рисунка сложат большие красные тюльпаны, изображения которых можно увидеть на иконах того времени. Во второй половине XIX века борицкая роспись постепенно стала утрачивать иконописный стиль и свадебный сюжет. На прялках мастера изображали сцены крестьянского труда, придение, ткачество, кормление птиц и другие сюжеты. Барокские прялки поражают своей пышностью, замысловатым растительным орнаментом и узорными бордюрами. Центральную часть, где находился вход в терем и окошки с родственниками, заменил густой растительный орнамент. В верхней части мы видим двух лисиц, разоривших чужое гнездо, а на оборотной стороне прялки – сцена охоты на лисиц, вероятно, тех самых, что разорили гнездо. Опять-таки, мы видим, что и с обратной стороны нет никакого намека на иконопись и свадьбу. Посмотрите на изображение сундучка. На нем присутствуют основные элементы росписи – цветы, листья, птицы, кони и ягоды. Все эти изображения имели свой смысл. Птицы, тетереваи, павлины и другие ассоциировались с весной, с солнцем, пробуждением, хорошим урожаем. Дерево олицетворяло жизнь. Конь символизировал восход солнца. Тюльпаны и ягоды – достаток и богатство. Трилистник же считался символом гармонии. Основные цвета борецкой росписи – красный, зеленый и желтый. Могут присутствовать голубой, оранжевый и коричневый цвета. Все это разноцветие располагается на белом фоне и украшается позолотой. Обязателен контур черного цвета. Круг бытовых предметов, которые украшали борецкой росписью, разнообразен. Начиная от сундуков, ларцов и подголовников, заканчивая деревянной и берестяной посудой. Перед вами два интересных предмета крестьянского быта. Это ставчик и бурак. Ставчик – деревянный сосуд, состоящий из двух чаш, одна из которых накрывает другую. Большие ставцы могли служить сукницами, а в маленькие чаще всего насыпались соль. Бурак предназначался для хранения сыпучих продуктов и засолки грибов. Мы уже видели с вами пермогорский скопкарь. Теперь посмотрите на скопкарь с борецкой росписью. Активно украшена грудь скопкаря. На ней изображена розетка – узор в круге, от которой отходят извилистые растительные орнаменты, украшенные красными тюльпанами. Растительный орнамент борецкой росписи более крупный, чем пермогорский. От борецкой росписи отпочковались еще два направления – пучужская и тоемская росписи. Пучужская роспись во многом повторяет борецкую. Сформировалась она в селе Пучуба, 25 километров от пристани Барок, в конце XIX – начале XX века. Самым часто расписываемым предметом также была прялка. Человеку-далекому однородного художественного творчества сходу не удастся отличить борецкую прялку от пучужской. Однако это вполне возможно сделать, если внимательно присмотреться. Рассмотрим фигурные резные ножки борецкой и пучужской прялок. Ножки имеют похожую форму, несколько кругов с перехватами. С той лишь разницей, что у пучужской прялки в нижней части перехват образует бантик. Есть одинаковые элементы – трилистники и ягоды. Используются красный и зеленый цвета. Теперь перейдем к отличиям. Первое, что сразу бросается в глаза – узор на ножке прялки. На борецких прялках мы можем наблюдать прямой стебель растения, от которого отходят симметрично расположенные трилистники и ягоды. Конец стебля увенчан характерным тюльпаном. У пучужской прялки стебель вьющийся. Лопасти трилистника украшают белые точки. Вы наверняка заметили наличие птицы в верхнем кругу борецкой ножки. Очень часто мастера делали на этом месте розетку, тогда как в пучуге всю ножку занимает растительный орнамент. Теперь рассмотрим лопасти прялок. Давайте попробуем поискать общие черты. Городки украшены растительным орнаментом и птицами. В верхней трети находятся золотые окна и цветы. Среднюю часть прялки занимает растительный орнамент с птицами. В нижней части – сцена праздничного катания в кибитке, запряженной лошадьми. Обратимся к отличиям. Борецкая роспись более нарядная, детально проработанная. Пучужская, графичная, содержит меньше элементов. Наше внимание на борецкой прялке привлекает крупное растение с созревшим плодом по центру, тогда как на почужской прялке практически весь растительный орнамент состоит из одинаковых листьев и ягод. Значительные отличия есть и в одежде возницы в нижней части прялки. В барке он одет древнерусскую одежду с жемчужным оплечем и шапочку, отороченную мехом. На почужской прялке мы видим типичного крестьянина в поддевке и вылочной шапке. Еще одно ответвление борецкой росписи – роспись «Тоемская». Время появления – конец XIX – начало XX века. Сформировалась в месте впадения речки Нижняя Тойма в Северную Двину – деревня Верхняя Жирлыгинская. Ножку «Тоемской прялки» вы не перепутаете с другими, так как она изготавливалась на токарном станке и не имела орнамента. Ее раскрашивали в яркие цвета и золотили. Еще одна характерная особенность «Тоемской прялки» – встроенное зеркальце на той стороне, что обращена к пряхе. По расположению элементов «Тоемская прялка» аналогично борецкой и пучужской. В верхней части золотые окна с цветами, в средний – растительный орнамент с птицами, а в нижней – праздничное катание. Особенность «Тоемской росписи» – мелкий, сложный, многоцветный растительный узор. Он занимает каждый свободный сантиметр лопасти. Растительного орнамента так много, что создается впечатление, будь то он делает статичным все остальные элементы – коней, птиц. «Тоемские мастера», изображая катание, нередко размещали в санях гармониста, а в нижней части цитаты из народных песен. Например, «Уж как ехал купец, удалой молодец». Праздничные степрялки придают ярко-белый фон и большое количество позолоты. От росписи Виноградовского района отправляемся в Черевковский район Красноборья, на берег реки Ракулка. Там возникла Ракульская роспись примерно в середине XIX века. Она легко отличима от Борецкой и Пермогорской. Элементы этой росписи схожи с миниатюрами из поморских рукописей XVIII века. Главную роль в Ракульской росписи играют два цвета – золотисто-охристый и черный. В качестве дополнительных используются глубокий зеленый и коричнево-красный. Орнамент очень крупный. В основном состоит из листьев, на которых черным прорисованы прожилки, усики и завитки. Еще один часто используемый элемент – птица. Мы с вами можем посмотреть на один из предметов быта – наберуху с Ракульской росписью. Изготовлена она в середине XIX века мастером Дмитрием Витязевым. Здесь мы видим птицу и крупный растительный орнамент. Теперь обратимся к Ракульской прялке. Она отличается от всех предыдущих своим строением и высотой. Ракульские прялки были высокие, с широкой ножкой. В нижней части мы не наблюдаем сережек, зато видим раскинувшуюся на ножке ветку с симметричными листьями. В центральной части располагается вписанная в квадрат птица. Над ней S-образная ветка с очень крупными декоративными листьями. Некоторые похожи на крупные капли, другие раскрашены в несколько цветов и кажутся объемными. А третьи напоминают цветы тюльпана. Листья окружены брызгами черных усиков и спиралевидными завитками. Палитра росписи очень скупа. Мы не видим той яркости и праздничности, что присутствовали на прялках с пермогорской и борецкой росписи. Однако по-своему эта композиция смотрится красиво. Ее украшает тонкий черный контур, усики, завитки. Иногда растительный орнамент сверху украшали белые полукружия. В начале 20 века у ракульских мастеров были проблемы с добычей красок. Палитра ракульской росписи изменилась. Фон стал едко желтого цвета. В роспись пошли элементы ярко-голубого, ярко-зеленого и даже фиолетового цветов. Мы с вами рассмотрели 5 видов народной росписи, которые сформировались в деревнях по берегу Северной Двины. Пермогорская, Борецкая, Тоймская, Почерская и Ракульская. Если вы хотите узнать больше и познакомиться с другими разновидностями северных росписей, приглашаем в привокзальную детскую библиотеку номер 8 за увлекательными книгами и методическими пособиями, которые не только познакомят вас с основными элементами росписи, но и подскажут, как самому освоить этот интересный старенный вид искусства. Редактор субтитров А.Семкин